Дневной разворот В продолжении той темы, которую мы анонсировали. Проект «Русский онлайн» в Вятском государственном университете. И сегодня к нам придут магистранты и студенты разных совершенно национальностей, обучающиеся по разным направлениям. Сразу скажу, что это гости и студенты из Сербии, Конго, Китая и России. Это второй час. И всех объединяет наш великий и могучий русский язык. Совершенно верно. И в нашей студии, во-первых, Роман Береснев, председатель Федерации профсоюзов Кировской области. Роман Александрович, добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, уважаемые ведущие. И один из таких высоких и почетных гостей, который прибыл на это мероприятие, Сергеус Главацкас, заведующий сектором Европы и Центральной Азии, Бюро трудящихся Международной Организации Труда. Добрый день, приветствуем вас. В нашей студии и в нашем городе. Звучит так очень весомо. Сектор Европы и Центральной Азии, Бюро трудящихся МОД. Поясните, что это такое? Чтобы знали, понимали. В Центральной Азии, да, это такой пост есть. И в зоне моей ответственности 52 страны. От Португалии до Владивостока. Как же вы справляетесь? Наша страна, разумеется, самая большая. Ну да, Россия как континент. Это так. И по территории, и по населению. И, конечно, сколько здесь. Труда много. Не я один, конечно, с этой всей огромной территорией, с этой интереснейшими странами. Работаю. У нас есть региональный офис в городе Москве, который здесь стран бывшего СССР покрывает. И региональный офис в Будапеште, который покрывает страны Юго-Восточной Европы, Центральной Европы и Балтию. Вы непосредственно географически где? В Женеве. В Женеве находитесь. Штаб-квартира Международной Организации Труда находится в Женеве. И там же я работаю. А что непосредственно в список ваших полномочий входит? Работа с профсоюзами, а по конкретней. У Международной Организации Труда есть два направления работы. Это законотворческое, можем сказать. Принимаются конвенции, принимаются рекомендации. Страны ратифицируют, страны исполняют. Страны отчитываются по этим конвенциям. Второе – это техническая помощь по разным вопросам, связанным с трудом. Так вот, у нас и это мероприятие, и моя работа, наверное, с обоими этими частями связана, потому что здесь мы обсуждаем международные трудовые нормы, гарантии, коллективных переговоров, свободы объединений, деятельности профсоюзов. Одна из моих функций – это присмотр этого и объяснение. Вторая, конечно, мы здесь даем и слушаем, чем вы живете, что надо в нашей работе, может, исправлять, надо что-то, чтобы донести в Женеву. В хорошем смысле. В хорошем смысле, да. Ну и еще одно, конечно, мы здесь, одна из целей моего визита – это одно из первых мероприятий в округе. Год назад подписано договор о сотрудничестве Российской Федерации и Международной Организации Труда. Только год назад? Ну, это уже четвертый. Или до этого он закончился, и сейчас на 17-20 год продлен. Был с 12-го по 16-й, теперь по 17-20 год. Ну, вот, так как мы большая организация, специализированное агентство Организации Объединенных Наций, Россия является серьезным партнером и членской стороной, и потому вот так работаем в рамках этого договора. Бюрократически все звучит, но результат есть. Скажите, пожалуйста, наша страна в списке государств, сотрудничающих с Международной Организацией Труда, она на каком счету? Есть ли какой-то рейтинг страны? По соблюдению прав трудящихся, активности, профсоюзов и так далее. 189 конвенций Международной Организации Труда, но это международные договора, скажем так. Россия ратифицируется на нынешний момент 75, что если брать вот эти бывшие СССР, Россия на первом месте. Но также надо иметь в виду, что Россия правоприемник СССР, и потому те конвенции, что Советским Союзом были ратифицированы, Россия их продолжает. Но сейчас, по-моему, 27 место занимает, ну и 187 стран не так плохо, но есть куда расти. Я вот знаете, вот сейчас скажу, может быть, Роману Александровичу обидно будет, но я, честно говоря, не представляю себе, как можно сравнивать силу профсоюзного движения, например, в Западной Европе и в России все-таки. Потому что вот прошлым летом я была в Мадриде и видела вот этот марш профсоюзов, марш достоинства так называемый. Мы поражены были на самом деле там со Светланой Занько, нашим главным редактором, мы вместе это наблюдали. Насколько активно люди выходят на улицу, и несколько часов они маршировали с лозунгами, значит, с плакатами, транспарантами и прочее. Вот в России мне пока сложно себе такое представить. Ну, Анна, 1 мая приходите на наше мероприятие, я думаю, что вы видите, как мы тоже дружно будем маршировать. 1 мая 2017 года у нас было хорошее большое мероприятие, порядка 6 тысяч человек в городе участвовало. Было очень интересно, было здорово. Так что, если что-то будет идти не так, мы спокойно сможем собрать массу людей для выхода на улицы и будем добиваться решения тех споров, которые на сегодняшний день могут, в общем-то, появиться. Но мы все-таки считаем, что выход на улицу это крайний метод, решать надо все путем переговоров, этим мы и занимаемся. Понятно. А, Сергей, еще хочется спросить, 27 место у России в международном этом рейтинге. А что, какие моменты, основные болевые точки не дают России занимать? Первое, второе, третье места, а именно 27-е? Ну, знаете, это по ратифицированным конвенциям Россия 27-е занимает. Это не сама цель, чем большие конвенции, их надо исполнять, их надо отчитываться по ним. И хотя динамика вот за последние 7 лет 11 конвенции, это очень хорошая динамика, а уже второй договор о сотрудничестве с 2012 года, подписан договор о сотрудничестве Международной организации труда с компанией «Лукойл», которая как социально ответственная компания, это такой большой шаг, я бы сказал, и программа по молодежной занятости ведется. Я не думаю, что тут надо бежать впереди планеты всей по цифрам. Конечно, главное, чтобы для ваших людей хорошо было жить, чтобы достойным трудом покрыть. А, конечно, конвенции не делают хуже, они делают только лучше, потому что они какие-то минимальные нормы устанавливают. Лучше всегда можно. Но у нас еще тут такая дискуссия, здесь и разговор о будущей сфере труда. Через два года 100 лет Международной организации труда, Версальский мирный договор, там был такой пункт, а вот те события, что здесь 100 лет назад происходили, это тоже повлияло, чтобы все-таки социальный мир каким-то образом устанавливать в мире. И сейчас в дискуссии, какой этот труд будет в 21 веке, мы уже в 21 веке. Часть конвенции принята еще по 8-часовому рабочим дне, ну, 100 лет назад, она, конечно, нужна. Но многое меняется, и уже в промышленности, и в сельском хозяйстве в мире занято меньше половины населения. Популярное слово в русском языке – дигитализация появилась, сколько мобильный телефон рабочих мест освобождает, какая рождаемость высокая в мире, ваших южных соседей, с другой стороны, население не уходит с рынка труда, живут дольше. То есть, как дальше будем строить вот эту сферу труда, об этом мы здесь еще говорим. А Международная организация труда, давайте так поясним для понимания, какие сейчас основные постулаты пропагандируют? Вот вы сказали, право на достойный труд, достойная зарплата, что еще? Вообще, какая политика достойного труда, она из четырех блоков. Это международные трудовые нормы, то есть соблюдение их и ратификация присмотра. Это социальная защита и заработная плата, охрана труда, один блок идет. Это занятость и это социальный диалог, социальное партнерство. То есть разговор. Вот эти четыре блока основных идут. Разговор между работником и работодателем. Работодателем и правительствами. То есть есть трехсторонний, есть двухсторонний. Ясно. Небольшая пауза у нас сейчас и мы скоро продолжим. Программа «Дневной разворот» продолжается. Мы говорим о Международной научно-практической конференции Международной организации труда, которая проходит сегодня и вчера, да, началась она в нашем городе. В нашей студии Сергиус Гловацка, заведующий сектором Европы и Центральной Азии, Бюро трудящихся Международной организации труда и Роман Береснев, председатель Федерации профсоюзов Кировской области. С Сергиусом познакомились, про деятельность Международной организации труда чуть поподробнее узнали. Наверное, все-таки давайте о конференции. Хочется понять, да, что значит происходящее в эти дни в нашем городе, вот эта конференция. Да, очень значимое мероприятие. Я хотел бы высказать слово благодарности Сергиусу, а также руководству Федерации независимых профсоюзов России, что они выбрали город Киров. Если брать Приволжский округ, то в 2012 году такая конференция, ну, подобная конференция, тема была немножко другая, проходила в Нижнем Новгороде, в 2014 в Оренбурге. И вот с этого времени, в общем-то, Приволжье не проводило конференции и выбором город Киров. Я считаю, что это вот для нас определенный подарок и определенный вызов. Сможем ли мы с этим справиться, как у нас будет впечатление у гостей. Я думаю, что Сергиус с этим уже поделится. Но нам приятно, что у нас сегодня здесь работают все 14 регионов Приволжского федерального округа. И приехали руководители Федерации профсоюзных организаций со всего Приволжье. Работает руководство Федерации независимых профсоюзов России. Здесь первый заместитель Сергей Геннадьевич Некрасов. Секретарь ФНПР Александр Шаршуков, он был вчера на прямом эфире. Да, сейчас вот только что подъехал еще один секретарь ФНПР по правовой работе Николай Георгиевич Гладков. Он вчера отстаивал права на минимальный размер оплаты труда в Конституционном суде в Санкт-Петербурге. И вот сегодня уже работать будет с нами в городе Кирове. Поэтому это важное такое мероприятие, которое подчеркивает значимость профсоюзов в Кировской области, безусловно. И мы надеемся, дальше будем развивать и наш социальный диалог с нашими социальными партнерами, с правительством области, с администрацией города, с работодателями. То есть для нас это определенный вызов, который мы, надеюсь, будем справляться с этим вызовом. Так что вот такая конференция. Некое знакомство, некая справка о состоянии профсоюзов в нашей области. Вы дали представление гостям? Да. Они запросили? Да, дали. Ну, у нас, я уже говорил на одном из прямых эфиров здесь, о том, что у нас не самая лучшая сегодня ситуация в профсоюзном движении. Нужны вот как раз определенные действия и толчки для того, чтобы она активнее развивалась. И считаю, что конференция способна тоже этому содействовать. Так что нам все еще там впереди и будем развиваться, будем вопросы решать. Я так понимаю, что одна из основных проблем все-таки вот в России, если говорить о профсоюзном движении, в том, что молодые люди не вступают в профсоюз. Это неправильно, это заблуждение. Дело в том, что мы стараемся все-таки со студенческой скамьи, в общем-то, говорить о профсоюзах, и у нас одна из самых мощных организаций, это студенческий профсоюз Вятского государственного университета. То есть это больше 10 тысяч студентов сегодня находятся в профсоюзном движении. И если мы берем сегодня наши заводы и другие предприятия, то тоже значительная часть у нас составляет молодежь. Но если вот в целом посчитать, из 95 тысяч примерно 35-40% у нас молодые люди. Ага, почти половина. Поэтому не все так печально, хотя, конечно, там требуются определенные шаги тоже в этом направлении, с тем, чтобы молодежь активнее участвовала в профсоюзном движении. — Ну, вчера как раз Александр Владимирович приводил конкретные примеры. Там крупные промышленные предприятия, он о них говорил, другие какие-то такие значительные весомые структуры. А вот очень плохое развитие профсоюзного движения в сфере торговли присутствует, в сфере малого, среднего бизнеса. Это действительно так характерно для нашего региона тоже? — Да, это для всех регионов характерно. Дело в том, что там и нарушаются трудовые права, кстати, чаще. Потому что где есть профсоюзы, все равно там обязательно уже есть коллективный договор. Потому что профсоюзы — это одна из основных задач. Коллективный договор, он развивает трудовое законодательство и дополнительно какие-то эти самые бонусы для работников, в общем-то, вводит. Это хорошо, это здорово. — Коллективный договор, вот, Роман Александрович, давайте поясним. Это договор вот непосредственно на одном предприятии или это общий такой? — Да, да, это в одной организации, на одном предприятии. Вот заключается такой коллективный договор. То есть в нем уже прописываются какие-то дополнительные там освобождения, льготы для работников. Есть там и какие-то социального рода мероприятия могут быть прописаны, которые на данном предприятии, данной организации сегодня присутствуют. То есть это очень важная такая часть, развивающая трудовые отношения. И вот опять же, там о роли профсоюзов. Профсоюзы-то, где есть профсоюзы, там зарплату платят в белую. — Да, в белую. То есть нет нарушений. А мы говорим как раз о малом-среднем бизнесе, где этих нарушений сегодня масса. И поэтому, конечно, они там стараются уходить от профсоюзов именно с точки зрения того, что там не позволят нарушать законодательство. То есть мы за соблюдение законов. Сегодня, к сожалению, есть в секторе бизнеса те, кто не очень, так сказать, любят четко исследовать этим нормам. Поэтому с нами не дружит частный бизнес в некоторых вещах, особенно малой и средней. — Ну там, смотрите, какая история. Если крупные предприятия, понятно, там большое количество работников, они могут создать профсоюзную организацию. Если предприятие из сферы малого бизнеса, там работников-то один-два человека. Какой профсоюз? То есть им надо объединяться с кем-то в сфере своей, получается? — Малым у нас считается предприятием до 15-ти? — Ну да, понятно, конечно. Но бывает в магазинах, например, ну сколько там? — Не обязательно же первичную профсоюзную организацию создавать. Первичная профсоюзная — это уже когда есть там три человека. Можно вступать в профсоюз. У нас есть профсоюзы торговой сферы, торговое единство. У нас есть отраслевые профсоюзы, если брать какие-то сектора экономики. Есть профсоюзы промышленности, есть профсоюзы сельского хозяйства, перерабатывающие промышленности тоже. Можно выбрать. Можно вступить и уже пользоваться определенными защитой этого профсоюза. Не обязательно, еще раз говорю, создавать первичную профсоюзную организацию. — Вступаешь в профсоюз, получаешь членскую книжку, все правильно, да, какой-то, ну вот, документ. Приходишь к работодателю, показываешь, ему говоришь, ты смотри у меня. — Все правильно. — Ты смотри, только попробуй. — И мы сразу имеем право на том простом основании, что есть один хотя бы член профсоюза, проверить этого работодателя по соблюдению норм трудового законодательства. — У Сергея хочется сразу поинтересоваться, как дела за рубежом обстоят. Россия уникальная страна в части серых зарплат? Нигде такого не встречается или? — Или нечто подобное все-таки существует? — Существует. В основном, если брать Европу, так это в основном, конечно, бывший соцблок. Но в некоторых поменьше, как и в Эстонии, в Чехии, в Словакии. В некоторых побольше, Румыния, Болгария. Так что вы не исключение, к сожалению. — А основа одна и та же? Причины? Одни и те же, по которым предприниматели идут на это? — Причины разные. — Да, но, наверное, все-таки мотивация та же. Ну и по неформе, кстати, по налогам очень интересно. Самые высокие налоги к делу, если помните, это северные страны. И подоходные, и соцстрахованные. — То есть это мы о Скандинавии говорим. — Да, самые высокие налоги там, и все платят. А если брать Восточную Европу, налоги довольно низкие. И подоходный налог низкий по сравнению, а все равно не платят. Значит, есть неверие в институции, и может даже культура такая не платить налоги, потому что на самовыживание рубуется. Вот этот парадокс. — Да, вы знаете, еще мне кажется, это все-таки может быть наследие советского времени, когда налоги, подоходные в том числе, платила за работника предприятия. В Европе ведь по-другому все устроено. В Европе же платят человеку зарплату, и уже и зарплату он сам отчисляет налоги, насколько я понимаю. — Заполняет декларацию самостоятельно? — Ну, платят и работодатели часто состраховывают, платят и сам работник. Но другое дело, прогрессивных налогов тоже нет. В принципе, в регионе бывшем советском и в Восточной Европе, хотя в том же США, где уже титадель капитализма, есть подоходный налог. Извините, прогрессивный налог. — Чем больше зарабатываешь, тем больше платишь. — Да, и социальное неравенство очень растущее. И Россия тут, к сожалению, опять же, не исключение. У вас, конечно, дифференциация огромных доходов. Я не призываю к уравнению, но, видно, какое-то справедливое распределение нужно. — Что касается дифференцированного налога, прогрессивного налогов, налоговой системы, Россия неизбежно к этому придет, все равно нужно будет решать этот вопрос. Он поднимается уже? — Если социальное государство строите, наверное, будете. Я думаю, что и профсоюзы поднимают этот вопрос. — Мы говорим об этом. Это одно из таких вещей, когда надо поднимать уровень самого низкооплачиваемого населения. Почему? Потому что это была инициатива профсоюзов. И сейчас Государственная Дома как раз рассматривает законопроект о том, что минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года будет равняться 9489 рублей. Сейчас он 7800. Более того, мы договорились, и по Кировской области у нас будет установлен для внебюджетного сектора экономики мрот еще выше, это 10159 рублей. Это уровень, ну там есть методика подсчета прожиточного минимума трудоспособного населения. То есть мы еще как бы там здесь планку ставим больше, и мы надеемся, что работодатели пойдут на это, и вот как раз малый и средний бизнес в том числе будет зарплату платить не меньше, чем 10159 рублей. Это же налоги. Это налоги, это решение тоже многих социальных проблем уже со стороны государства. То есть вы уверены, что будут платить они все-таки деньги? Да нет, конечно, уверенности нет, но мы надеемся, что там административные меры и мероприятия будут проводиться соответствующими структурами, налоговой службой, там и прокуратурой и так далее. И, естественно, эти административные мероприятия могут позволить и вот здесь хотя бы увеличить объем той белой зарплаты, о которой говорим, потому что многие просто вот этот мрот и все. Мрот платят по белому, а все остальное это уже там конверты и так далее. Поэтому если удастся хотя бы десяток, два десятка, а может быть и сто работодателей подтянуть в этом отношении, мы будем считать, что уже миссия выполнена. Просто уже появляется информация, что некоторые работодатели готовятся к этому повышению. И что-то там предпринимают. Ну вот пытаются делать что-то со ставкой. На полставки. На полставки, да, там переводить. Вот есть такая информация. Да, естественно, это будет. И мы, конечно, готовы к защите прав людей. И, конечно, если такие вещи возникают, обращайтесь к профсоюзу. Да, но люди должны обратиться прежде всего. Конечно, конечно. От человека, собственно, конкретно. Да, у нас очень хорошие взаимоотношения с прокуратурой, с гострудинспекцией. Ради бога. То есть будут и государственные механизмы включены, если это потребует. Сейчас мы активно с ними работаем по тому, где они платят заработные платы по предприятиям. То есть мы пишем обращения в органы прокуратуры, они проверяют. На уже этом примере там порядка 80 миллионов рублей, и в общем и целом люди это вернули. Да, но, Роман Александрович, тут такая дилемма возникает. Человек, который приходит с жалобой на своего работодателя, он ведь понимает, что работодатель, если действительно нарушает законы, это будет установлено, получит штраф, какие-то меры взыскания и прочее. Это значит, что денег у него будет еще меньше, и зарплату он получит еще позже. Вот и стоит человек перед выбором. Да, перед выбором пойти защищать свои права, свои права, или вот все-таки получать деньги. Но если мы не будем защищать свои права, так никто за нас этим заниматься точно не будет. Поэтому этот выбор всегда есть. Можешь обращаться в суд или не можешь не обращаться, если какие-то частные дела есть. Это тоже же право человеку. Так же и здесь. Поэтому кто желает, ради бога, мы готовы этому содействовать. А вот кто не желает, это уж его выбор. Ну понятно, не притащишь, конечно, на веревки. Мы сейчас сделаем паузу. Продолжается наша беседа с Сергиусом Главацкосом, заведующим сектором Европы и Центральной Азии, Бюро трудящихся Международной Организации Труда. И еще один наш гость, Роман Береснев, представитель Федерации Просоюза в Кировской области. В эти минуты продолжается Международная научная практическая конференция Международной Организации Труда в нашем городе. И сегодня, вот мы до эфира успели об этом поговорить немножко, будет принят некий документ, некие рекомендации, да, они на какой уровень, Роман Александрович, пойдут? Мы будем распространять на все уровни, это будут общие федеральные рекомендации, так, по-моему, Сергиус, мы договорились, то есть, чтобы сформировать рекомендации, соответственно, органам власти федерального уровня, где-то, может быть, региональный уровень будет затронут, работодателям, Международной Организации Труда, может быть, будут какие-то рекомендации, ну и, естественно, профсоюзам. — Сергиус, наши властные структуры прислушиваются к тем рекомендациям, которые рождаются в ходе таких встреч, конференций? — Я думаю, да, потому что те мероприятия, что мы проводили, уже хороший опыт сложился на региональном уровне, я видел, что прислушиваются, и те же даже стандарты достойного труда, что разработали Федерация независимых профсоюзов в России, и МОД участвовал в этом, помогал, они, я знаю, что применяются. — И в соглашениях, и на региональном уровне включаются. — Давайте напомним про наш опрос. — Давайте напомним про наш опрос. Опрос у нас на сайте. Мы спрашиваем наших слушателей, да, как хорошо они знакомы с деятельностью профсоюзов. О деятельности профсоюзов я знаю много, мало, достаточно, ничего не знаю. Четыре варианта ответа. У меня, к сожалению, нет компьютера. — Этот опрос у нас, да, активен со вчерашнего дня. Вы можете продолжать голосовать. Ничего не изменилось со вчерашнего дня. 54% большинства на странице ВКонтакте ничего не знают о деятельности профсоюзов. — Но там количество голосовавших увеличилось, но, тем не менее, расклад всего остался тем же. — Ну и вот расклад немножко поменялся на сайте Кирова.ру. Вчера там был вариант ответа «достаточно» на первом месте, а сегодня уже ничего не знаю. Лидирует. Проблема большая, Сергеус. Неосведомленность людей о деятельности профсоюзов. — Да это проблема, потому что это, наверное, больше мой вопрос. Мы сейчас как раз активно начинаем в этом отношении развиваться, для чего и, в общем-то, и у вас на эфир приходим, там, да, и интервью, средства массовой информации даем, да, и праздник в том числе придумали, День профсоюза в Кировской области у нас, кстати, он будет отмечаться завтра. — Завтра, да. — Да, поэтому, да, приглашаю, приглашаю принять участие в празднике. 11 часов, кукольный театр, да, будет торжественное мероприятие. — Поэтому вот это все и делается для того, чтобы там рассказать о деятельности профсоюзов, а главная защита — это все равно защита трудовых прав граждан. Мы привыкли все-таки к каким-то социально иным вопросам, там, да, путевки, там, елки и так далее. У нас есть и путевки, и елки, это тоже все есть, но, тем не менее, основная задача профсоюза все-таки защищать трудовые права. И вот здесь мы должны еще много-много поработать, чтобы нас действительно знали, уважали и прислушивались. — Стратегия, она уже есть такая, сформирована? План, программа? — Ну, я с этой стратегией, с планом программы, у нас вообще подписан план с губернатором до 31 декабря 2017 года. Сейчас мы готовы уже там перейти к следующему этапу, и я эти позиции озвучил. Как должно развиваться социальное партнерство на территории Кировской области на нашей последней встрече с Игорем Владимировичем, когда он встречался с профсоюзным активом. То есть есть эти меры и мероприятия, которые нам надо бы заложить в тоже каких-то организационных действиях. — Можете озвучить сейчас для примера что-то? — Ну, чтобы у нас профсоюзы сейчас активно заработали на всех уровнях, мы предлагаем воссоздать трехсторонние комиссии во всех районах Кировской области, чтобы там заключались вот эти трехсторонние соглашения. Работодатели, власть, профсоюзы. Вот этого у нас сегодня пока нет. Мы воссоздаем координационные советы в районах. В 13 районах уже это сделано. Сейчас будем развиваться дальше. И с тем, чтобы они могли эти трехсторонние соглашения подписывать. Нам надо развивать отношения на уровне социального партнерства в отраслях. И органы исполнительной власти должны здесь быть более активными, развивая вот это взаимодействие. И у нас есть уже тоже позитивные примеры с некоторыми министерствами, где это идет. Мы должны несколько поднять уровень и значимость трехсторонней комиссии, которая сегодня работает и принимает соответствующие решения. Поэтому вот эти все позиции были озвучены. Я надеюсь, что мы будем тоже дальше встречаться. И завтра, Игорь Владимирович, надеюсь, посетит наше мероприятие. Мы еще пообсуждаем, куда нам дальше идти и какие действия предпринимать. Так что мы будем активно в этом отношении работать. Надеюсь, что следующий опрос, который мы хотя бы через год проведем, будет уже немножко другая ситуация. Ну, будет, по крайней мере, достаточно. Если немного, то достаточно. Хорошо, мы сейчас переключаемся на Сергиуса. Я знаю, что есть еще одна тема, которую вы обсуждаете. То есть мы привыкли, когда говорим о защите прав трудящихся, говорить о зарплате, каких-то социальных гарантиях, еще о чем-то. Но проблема наступает на пятки фактически. 21 век. Мы видим, значит, там роботы, здесь роботы. И меняется вообще совершенно трудовой расклад. Через какое-то время люди просто могут остаться без работы не потому, что работодатели такие гады, значит, и не хотят платить зарплату, а просто потому, что труд механизируется постоянно. Да, вот эта проблема, она... Я тебе более скажу. В России принята программа «Цифровая экономика России», которая к 2025 году предполагает то... Высвобождение огромного количества людей. Свободных художников должна в стране появиться без, собственно, без необходимости заниматься чем-то. Да, в России, к сожалению, не проживешь вот так вот просто. У нас тут яблоки не растут на каждом шагу, не во всех регионах, по крайней мере. К чему мы идем, Сергеус? Цивилизационные процессы идут, их не остановить. Поэтому надо смотреть вот эту социальную составляющую. Труд — это как одна из основных жизнедеятельностей человека. Конечно, человек без труда тяжело представить. А те процессы, что идут, да, и как-то не заметили, сколько произошло изменений. Наверное, вот на поколение и на вот этот весь регион выпало очень много сразу. Изменения политического строя, изменения экономического строя, то есть с плановой экономики, капитализм довольно дикий. И тут еще информационно-технологическая революция подходит. И вот это все сразу. И, конечно, когда оглянешься, что сказать, мобильный телефон, без него уже не представляем же жизни. И сколько функций, сколько людей он освободил от работы. Банки, почта и так далее, и так далее. Все с ним делается. Но, опять же, не надо апокалиптических настроений. Жить стало, наверное, и удобней. Больше автомобилей, больше всего. Кстати, по поводу автомобилей. Уже через несколько лет, нам говорят умные люди, профессия водитель, она вообще исчезнет. Да, Uber экспериментирует. С развитием автопилотов. И тут особенно сейчас одни из самых больших средств складываются в моделирование, проектирование беспилотного грузовика. То есть сколько еще людей останутся без работы. В России тоже идут такие работы. То есть целые отрасли экономики остаются без людей даже. Мы же банковские. А мобильная коммуникация, телефонная. Перевозка уже Uber в Москве, я видел, есть. Далее гостиничный бизнес. Вот эта система IronBet. Который, если приезжаешь, снимаешь у кого-то квартиру, ты не занялся за намного меньшее деньги. Человеку, как потребителю, вроде хорошо. А сколько гостиниц несет убыток, сколько гостиниц закрывается. А это все налоги? А это все налоги, и вот две такие цитаты. Вот эта дискуссия идет, как хорошо, плохо. Care Society, то есть идет разговор, может, что будет на русский период заботы. То есть будут выплаты за то, что это есть. Вот Финляндия первая на это перешла. Тебе платят за то, что ты появился на СССР? Ну, что ты гражданин, и все. Да, в Швейцарии был референдум об этом, но он, правда, не провалился. В фантастических книгах писалось, это лет 40 назад, что труд это будет, ну, такое привилегие. Но я, конечно, не хочу уходить в утопии какие-то, но надо смотреть, что как. И роботы не будут платить социальных налогов. Другое, если помните, Форд, когда конвейер запустил, это одно тоже таких революционных было перемен. Но он и высказал другое, что машины не будут покупать машину у машин. То есть нужен человек, нужен человек с доходами, нужен человек-потребитель. Для той же и системы свободного рынка. Так что вот все мы вместе сидим и говорим. Ну, другое, вот вы тут немного об этом сказали. Я знаю, что рождаемость очень высокая. Вот соседний Узбекистан с 90-го года население приросло в треть. А Россия, европейская часть населения стареет. То есть все равно средняя продолжительность жизни растет. В Европе на пенсию без 65 лет уже не выходит. Кое-где 67, кое-где еще разговоры. То есть на рынке труда остается больше людей. Медицинское обслуживание растет. Пища улучшается, всяких катастроф меньше. Люди живут дольше, люди живут лучше. Но налоги уже в этот момент не платят практически, да? Наоборот, государство платит им пенсию. Да, но многие требуют остаться на рынке труда. Хотят на рынке труда. А работодатели готовы к этому? Работодатели, смотря кто и где и как. Конечно, разные страны, разные требования. А молодежь, молодежь, самая мобильная группа населения. Молодежь сегодня здесь. Завтра переехали в другое место. И больше всего подвержены нетипичным формам занятости. Тоже молодежь. Я не могу вам, я не волшебник, чтобы дать ответы на все эти вопросы. Но для того мы начали такой всемирный разговор. Как должен выглядеть труд, сфера труда в 21 миге. Сейчас собирается информация. Создана комиссия высокого уровня, где лучшие умы собраны в сфере труда. Я очень рад, что Россия тоже активно участвует в этом. Собираем всю информацию со всего мира. Ее перевариваем. И в 2019 году, столетие Международной организации труда, будет выделена новая такая веха. И то, что я сюда приехал, нужно послушать, узнать. Что происходит. И что радует, думают люди, очень думающие. Ну, в России всегда интеллектуальный потенциал высокий. Как это все до практики донести, это уже другой вопрос. И те дискуссии, вот что и в Байбаловске этот вокруг большой. Я даже сам как-то не подумал, что столько это и население. Такая огромная европейская страна, скажем так, если сравнивать или с какой-то. И очень хорошие мысли звучат. Интересные мысли звучат. И вот тогда-то все, когда это соберем, всем миром, как говорится, разложим и будем двигаться. Никто планету не закрывает. Конец света не приходит. Просто надо готовиться, надо думать, надо что делать, как делать. Потепление климата, тоже вопрос. Оно коснется, наверное, где-то и Российской Федерации, вы часть мира. Таяние льдов, земельные уходят под воду, перестравают. Это экологические, техногенные катастрофы. Тот же Аральское море, что случилось, сколько людей осталось и с болезнями, и без работы, и так далее. Это же результат деятельности человека. То есть это тоже надо останавливать и всем говорить. Планета наша, нам жить здесь. В общем, обсуждение этих вопросов, работы профсоюзов, это в итоге все выходит на какие-то глобальные такие темы. То есть не очень. И проблемы. Не только прикладные какие-то вещи, да, вот такие бытовые. А по поводу пенсионного возраста. У нас, как известно, в России есть определенный блок, который будирует эту тему. 60 лет мужчины в настоящее время, 55 женщины. У нас Россия тоже неизбежно столкнется. Ну, я так понимаю, что это с советского времени еще. Да, с советского времени эти нормы, да. И еще российская специфика. У вас много льготных категорий, разных категорий профессий, которые имеют право на раньше выйти. Ну, это во всем мире так, конечно, военные. И военные, и строители, и учителя. Ну, есть, да. Ну, смотри, я уже не хочу комментировать ничего. Смотрите, сколько страна может платить. Вот, и смотреть, конечно, надо с разных аспектов. Я понимаю, что кому-то хочется пораньше на пенсию, еще чем-то заняться. А кто-то хочет остаться на своем рабочем месте. Да, но в России, к сожалению, в отличие от Западной Европы, есть большая проблема. Да, в России смертность ранее достаточно. То есть мужчины, извините меня, некоторые не доживают до пенсии. Ну, тут надо еще по-другому считать, наверное, сколько этих брутальных смертей. Потому что эти расчеты тоже ведутся по-другому. Ну, конечно, да-да-да, это тоже учитывается. Мужчины, конечно, они солдаты войны, и тюрьмы, и слабости. И не всегда здоровый образ жизни. Да-да-да, и бытовые эти все вещи. Но потому, конечно, и продолжительность ниже. Я помню, в свое время мы проводили мероприятие, был очень простой ответ. Почему мы должны пенсию платить, если мы до нее не доживаем взнос? Ну, да. И когда-то 58 лет, по-моему, было среднее. Сейчас, по-моему, повыше. Повыше чуть-чуть, да. Продолжительность жизни? Да, продолжительность жизни. Мужчины сейчас, по-моему, чуть-чуть повыше. А еще 10 лет назад, по-моему, 58 было. Да, 58 не дотягивало до 6. Ну что, спасибо. Завершается время нашей беседы. Меж тем продолжается в нашем городе международная научно-практическая конференция Международной организации труда. Вот так подробно, насколько это возможно, мы поговорили. Спасибо нашим гостям. Роман Береснев, Сергиус Главацкос. Приезжайте к нам еще. Обязательно. Спасибо большое. Сейчас у нас новость и новая тема уже через 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова